Друзья, всем добрый вечер, меня зовут Павел, я редактор канала Акция Китая China Stocks. Сегодня 8 декабря и мы как обычно поговорим, что интересного происходит по китайским компаниям, по экономике Китая. Вчера, к сожалению, я не смог провести выпуск, потому что немножко приболел, заболело горло, вернее пропал голос. Сегодня он немножко восстановился и не до конца еще, поэтому выпуск будет такой сокращенный, но, так сказать, лучше что-то, чем ничего, на мой взгляд. Итак, давайте начинать, как обычно, с тепловой карты Finvisa. Сегодня мы видим, что китайские компании продолжают свой рост, это третий день подряд, и это, конечно же, радует. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть интересные данные. Завтра у нас, то есть в четверг, выходят данные индекса потребительских цен и индекс цен производителей. В принципе, на этих данных могут быть некоторые движения по рынку, но посмотрим уже данные. Надеюсь, что они будут лучше, чем ожидания. Теперь давайте посмотрим индексы и ETF по Китаю. На азиатской сессии индекс Шанхай Композит сегодня вырос на процент и 0,18. Индекс Хансенг у нас тоже вырос на 0,06%. В общем, практически по нулям. Технологический индекс Хансенг Тех. Индекс тоже у нас по нулям, плюс 0,03%. В общем, на азиатской сессии рынки у нас охлаждались. На открытии китайские компании сегодня в основном были в минусе, но после этого продолжился рост. И индекс ETF у нас выглядит следующим образом. Индекс NASDAQ Golden Dragon China растет на 0,27%. ETF Kweb растет на 1,57%. ETF FX растет на 0,63%. И ETF Invesco China Technology растет на 1,85%. И давайте посмотрим наши китайские компании. Посмотрим, как они у нас двигаются. Ну, в основном все сегодня в плюсе. И давайте поподробнее. Итак, компания Alibaba. На часовике у нас по RSI есть еще потенциал роста. А по осциллятору у нас идут красные свечки. То есть это говорит о том, что индикаторы расходятся. И давайте посмотрим на других таймфреймах. Давайте посмотрим на дневной интервал. На дневке у нас две зеленые свечи подряд по осциллятору. По RSI мы имеем большой потенциал роста. Если будем идти по технике, а я в последнее видео предупреждаю, что сейчас у нас не совсем все по технике идет. Потому что если паника будет продолжаться, то несмотря на всю технику, несмотря на весь фундаментал, мы можем продолжать падать. Но, соответственно, пока паники нет. Пока какой-нибудь Bloomberg не написал очередную страшилку, то мы можем продолжать расти. Потому что по фундаменталу, по технике мы за очень сильный рост по китайским компаниям. Ну и так, на дневке Alibaba смотрится очень-очень лонгово. У нас появились две зеленые свечи подряд. И это говорит о том, что может продолжиться очень сильный рост, как минимум примерно к 170 долларов, на мой взгляд. Это из текущих плюс 35%, что, в общем-то, немало, на мой взгляд. И понедельком, если тоже посмотреть, то у нас по RSI за рост, а по осциллятору еще нету первой зеленой свечи. Но вполне возможно она уже на этой неделе появится, соответственно, если рост продолжится. Итак, Alibaba выглядит лонгово и будет обязана расти, скажем так, если не будет никаких плохих и неожиданных новостей. Даже не по самой компании, а по Китаю в целом. И отношения между США и Китаем. Так, давайте идти далее. Следующая компания JD.com. На часовике JD выглядит в принципе лонгово. Может продолжить свой рост. И по RSI это позволяет и осциллятор на зеленой свечке. Поэтому по индикаторам у нас по JD на часовике зал рост. На дневном интервале здесь еще нету первых зеленых свечей. Поэтому индикатор, осциллятор у нас за продолжение коррекции пока еще говорит. А RSI у нас за рост. В общем, здесь индикаторы расходятся. Но так как мы находимся вот в этом восходящем клине, я бы не удивился, а больше ожидал продолжения роста с текущего момента в компании JD.com. Что касается недельного интервала, то есть здесь некоторый негативный момент. По осциллятору есть первая красная свечка. И если у нас будет еще одна красная свеча, то это будет говорить о том, что мы можем выйти из этого восходящего тренда вниз. И соответственно упадем. Но посмотрим по факту. RSI у нас еще, скажем так, выглядит довольно лонгово. Примерно с мая по компании JD.com мы находимся вот в этом восходящем клине. И я бы, скажем так, ожидал продолжения нахождения в этом клине. И если это так, то мы должны идти вверх. Так, следующая компания Pindu. Тоже сегодня растет практически на 2%. Кстати, Alibaba растет на 0,5%. JD.com растет тоже на 0,5%. Так, Pindu.com на часы реке. Оба индикатора у нас говорят за коррекцию. И RSI у нас в верхней части канала и осциллятор у нас уже красная свеча пошли. Но это не говорит, что будет 100% так. Потому что после такого падения, в принципе, мы можем также без коррекционного расти. Если будут выходить нормальные новости по Китаю, то мы можем продолжать расти без этой коррекции. Просто идти по верхней границе канала. Как мы видели это недавно по компании Hello Group. Но, к сожалению, после этого мы свалились. То есть мы можем идти, например, по Pindu вверх, 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 вверх. А потом будет какая-то глубокая коррекция. И после этого мы можем продолжаться. То есть вот так это обычно выглядит. И давайте следующий таймфрейм посмотрим. Дневка. У нас есть первая зеленая свеча. Нужно дождаться еще второй зеленой свечи для подкрепления той мысли, что у нас уже начинается рост. И после этого, в принципе, рост может продолжиться очень сильно по этой компании. И RSI у нас уже за рост. И, соответственно, осциллятор. Потенциал роста гораздо больше, чем падение. И ждем вторую свечку зеленую. И надеемся, что после этого, соответственно, рост уже будет более долгосрочный. Давайте посмотрим, куда мы можем вырасти по компании PinduDo, скажем так, за очень короткое время. Примерно до 100 долларов. А между прочим, это с текущих плюс 55%. И это может быть довольно-таки остремительно, если, соответственно, у нас будут позитивные новости по всему Китаю выходить. Ну, например, до конца этого года можем это сделать. Или до середины января. Примерно так. И давайте еще посмотрим, насколько акции PinduDo у нас выросли с последнего падения. С 52 долларов выросли до 64. Это плюс 23% буквально за 2 дня, за 3 дня. То есть, компания может очень сильно расти. Был бы, так сказать, только новостной фон позволял. Акция сильно недооценена. В общем, может сильно вырасти, если будет, скажем так, позволять новостной фон. Итак, давайте еще посмотрим недельный таймфрейм. Понеделька у нас здесь еще нету первой красной линии по осциллятору. По RSI мы на дне. И, конечно, можем сильно вырасти с этого уровня, если не будет новостного фона негативного. Так, ну, идти давайте далее. Вип-шоу посмотрим на часовом интервале. Мы в верхней границе RSI. Зеленая линия по осциллятору. То есть, мы еще можем продолжить рост по компании вип-шоу. Сегодня акции растут всего лишь на 0,8%. И, в принципе, можем расти и по верхней части канала RSI. Если не будет никаких плохих новостей. Но, скажем так, с этого момента мы могли бы сделать некоторую коррекцию, на мой взгляд. Но, соответственно, если не будет ничего плохого происходить, то можем расти и без этой коррекции. Потому что акции сейчас очень дешевые вип-шоу. И, в принципе, по технике и по фундаменталу они очень сильно недооценены. Вопрос лишь в том, по технике, по фундаменталу мы будем идти. Или по панике и по каким-то неадекватным новостям. Так, давайте дальше смотреть. Следующий таймфрейм дневной. По дневному таймфрейму у нас есть первые две зеленых свечи. Мы вернулись к этому боковому диапазону. И, так как у нас есть первые две зеленых свечи, потенциал роста гораздо больше, чем падение. Соответственно, если по технике, то можем вырасти, кстати говоря, очень существенно. Даже в краткосрочной перспективе. Если мы вернемся всего лишь к недавним уровням 13 долларов, с текущих это примерно плюс 30 процентов. Ну, плюс 27, да. Но, тем не менее, тоже немало. И, соответственно, если будем дальше пробивать этот уровень, то следующий существенный уровень поддержки сопротивления находится на 15 долларов. И это плюс 50 процентов с текущих. Но если смотреть на короткосрочную, на небольшую временную позицию, то ближайший уровень сопротивления у нас находится на 10 долларов 40 центов. Следующий уровень на 11 долларов 50 центов. И, соответственно, если мы будем пробивать, то можем уже уходить на 15 долларов. А это примерно плюс 50 процентов с текущих. Что довольно-таки немало. Итак, смотрим следующий таймфрейм недельный. Что здесь видно? По RSI у нас засильный лонг. По осциллятору вообще как будто у нас не было всего этого падения последних недель. И очень-очень сильно лонгово выглядят все эти данные. Все индикаторы у нас засильный лонг по неделькам. Давайте идти далее. Следующая компания Баузун. На часовом интервале мы в верхней границе канала. То же самое, что как по випшопу. Если будут хорошие новости выходить, то мы можем расти и без коррекции. Но, скажем так, коррекция может быть. Но не глубокая, потому что на дневном интервале у нас две зеленые свечи подряд уже идут. И RSI и осциллятор у нас за лонг. Поэтому вполне возможно, что будет какой-то там дневной формат коррекции или полдня коррекция. А после продолжится рост. Чтобы по часовику разгрузиться и, соответственно, дальше расти. Но еще раз повторяю, что это все будет связано, если не будет никаких неадекватных новостей и прочих пугалок. По технике и по фундаменталу у нас тут просто за гигантский рост. Ближайший уровень сопротивления у нас находится на 18 долларов 60 центов. И это с текущих у нас плюс 27 процентов. А следующий уровень уже на 20 долларов. И это будет плюс 38 процентов. Что, в общем-то, тоже прилично. Итак, следующий таймфрейм недельный. У нас здесь еще нет первой зеленой. Свечи по осциллятору, по RSM, соответственно, на дне болтаемся. И ждем вот эти тоже свечки, как появятся. Я бы не удивился, что это появится уже на этой или следующей неделе. Так, следующая компания, Baidu. Сегодня растет на 0,32%. Совсем чуть-чуть. В общем, в нулях сегодня стоим. И по часовому интервалу мы в верхней части канала RSI. У нас зеленая свечка по осциллятору. И это говорит, что у нас есть некоторый потенциал роста дальнейшего. Но тоже может быть коррекция. И после нее, скорее всего, продолжим за расти. По дневке у нас две зеленые свечи подряд. И это за продолжение роста по компании. И рост может быть тоже довольно-таки существенный. На недельном таймфрейме. Но нет еще у нас зеленых свечей по осциллятору. По RSI у нас, соответственно, за лонг. По компании Baidu практически весь обвал, который был, уже закрыли. И это, конечно, в принципе, вот такая информация. Часто бывает за разворот всего тренда. Соответственно, вот здесь у нас так было. И у нас некоторое время росли. Вот здесь у нас случилась тоже такая же ситуация. И краткосрочный разворот произошел. И сейчас может быть опять такая же история. И после этого у нас будет довольно существенный рост по компании Baidu. В общем, по часовику мы можем продолжать расти. Но не исключена коррекция. По дневке у нас никакой коррекции быть не должно. И должны существенно расти. И по недельке у нас тоже, скажем так, ожидается начало роста. Ждем первую зеленую свечку по осциллятору. Следующая компания Hello Group, MoMA. И что смотрим, что видим на часовике. У нас еще нету первой зеленой, красной свечи по часовику. Но мы довольно-таки уже существенно скачили. За буквально пару дней выросли на 18% со дна. И ближайший уровень сопротивления у нас находится на 10 долларов 55 центов. И, соответственно, можем примерно до него сходить, скорректироваться немножечко, а потом продолжить рост. По дневному интервалу у нас еще даже нету первой зеленой свечи. РСА у нас вообще такой проваливался. И, соответственно, ждем скорее потенциал уже роста и ждем зеленых свечек. После того, как у нас появятся эти зеленые свечки, то мы можем подтвердить тот факт, что у нас начался рост по этой компании. Возможно, более-менее долгосрочный. Посмотрим, соответственно, по факту. Но фундаментал и теханализ у нас за существенный рост по компании Joy, по компании Hello Group, то есть MoMA. И на недельный интервал давайте тоже посмотрим. Здесь тоже у нас первые две красные свечи. И это не очень хорошо, конечно. Ждем какую-то зеленую свечку. Но вполне возможно, что на ближайшее время появится. И, в общем, когда она появится, то можно уже ожидать более долгосрочного роста. Так, следующая компания Bilibili. На часовике у нас красные свечи по осциллятору. Мы находимся в верхней границе канала RSI. И, скажем так, есть некоторый потенциал коррекции. Но, возможно, мы сначала дойдем до ближайшего уровня сопротивления. 63,5 доллара. И после этого произойдет некоторая коррекция. Но потом, скорее всего, будет рост. Потому что подневки. Мы в нижней границе канала RSI. Но у нас еще нет зеленых свечей по осциллятору. Поэтому ждем зеленых свечей. И можем говорить о том, что у нас начинается разворот более-менее длительный по компании Bilibili. И что еще здесь можно сказать. Давайте недельный таймфрейм посмотрим. В понедельку у нас еще красные свечи по осциллятору. И по RSI мы в нижней части канала находимся. Ждем зеленых свечек. И надеемся, что будем очень существенно расти. Следующая компания Joy. Давайте с часового таймфрейма начнем. Очень существенно выросли. Давайте посмотрим, насколько с одного выросли. То есть 6 декабря мы выросли на 23%. Очень-очень неплохо. И мы практически вернулись на вот этот уровень, откуда мы упали. И что еще здесь можно сказать. Итак, по Joy у нас выходят скоро дивиденды. Я опубликовал новость о том, что у нас выходят дивиденды. 9 декабря будет экс-дивидендная дата по компании Joy. Будет выплаты в 0,51 цент на акцию. И к оплате будет 23 декабря. Поэтому, если вы акционер Joy, то тоже имейте это в виду. И, скажем так, соответственно, на эту величину у нас будет коррекция в день выплаты. Но я не думаю, что это существенно повлияет, потому что это всего лишь полу доллара. И что еще сказать можно по технике. Мы, в принципе, по часовику в верхней части канала. Я бы не удивился за некоторые коррекции. Но небольшой, потому что мы на дневном интервале на дне. И можем существенно продолжать рост по этой компании. Компания растет третий день подряд довольно-таки большими процентами. И ждем, кстати, еще зеленые линии по осциллятору. И это будет подтверждение более долгосрочного роста по компании Joy. Что касается недельного таймфрейма, то Joy у нас очень лангово выглядит. Примерно как вип-шоп. Даже нет вот этих вот красных свечей по осциллятору. Как будто мы и не падали. И это говорит о том, что у нас большой потенциал роста по этой компании. Но насколько большой, давайте посмотрим. Ближайший уровень сопротивления у нас находится на 55 долларов. Примерно 56 долларов. Это плюс 10% текущих. А следующий уровень сопротивления находится на 81 долларе. И это плюс 61% текущих. Соответственно, если будем существенно расти, то можно дойти до этого уровня. Но я не думаю, что это будет очень быстрый процесс. Почему? Смотрите, разборы по компании Joy я делал в некоторых видео. На моем канале вы найдете эти разборы. Там подробнее объяснено, почему лично я бы не ждал очень существенного роста по этой компании. Хотя компания и тоже недооценена. Так, следующая компания Tencent. Давайте начнем с часовика. Итак, по Tencent мы сегодня выросли на 69%. И, соответственно, это не включает рост сегодняшнего. Рост, то что сегодняшние китайские компании тоже растут. И это, соответственно, уже будет на азиатской торговой сессии отторговано. И, скорее всего, будет продолжение роста. Но, учитывая то, что у нас уже красные свечки по осциллятору, и мы в верхней части канинала RSI находимся, то, вероятно, это будет рост какой-то ограниченный по этой компании. Что касается дневного интервала, это у нас за сильный рост и по RSI, и по осциллятору. Что касается недели, то здесь тоже довольно ландово выглядит. RSI тоже за рост. Осциллятор и зеленая свечка тоже за рост. Следующая компания ReAuto. На часовике мы за рост и осциллятор, и RSI на дневном интервале. Здесь несколько похуже. Осциллятор у нас падает. И, соответственно, красный. И это, скажем так, хуже выглядит, чем большинство китайских компаний сейчас. Поэтому ReAuto может, в принципе, падать. Хотя я пока не представляю, на чем. У компании все неплохо. Даже, я бы сказал, хорошо. И RSI у нас вообще за рост. В общем, сейчас индикаторы у нас разошлись в своих показаниях. Поэтому я бы не продавал вот именно это аналитики какого-то внимания сейчас на дневном таймфрейме. На недельке у нас осциллятор за падение. RSI в зоне неопределенности. Можем как вверх, так и вниз отсюда пойти. В общем, по леву сейчас непонятно. Так, следующая компания НИО. По часовику у нас за продолжение роста по обоим индикаторам. На дневном интервале у нас RSI за рост. Осциллятор еще нет первых и зеленых свечек. Но, скорее всего, они завтра появятся, если этот рост продолжится. И тоже, соответственно, выглядит более лонгово, чем ReAuto. Так, по недельному таймфрейму, в принципе, тоже здесь за рост. RSI, но не осциллятор. У нас красная свечка и, соответственно, индикаторы сейчас тоже разошлись по недельным таймфреймам. Но на дневках у нас за рост. Следующая компания Xpeng. На часовике у нас красная свеча по осциллятору. Но RSI, в общем-то, лонгово выглядит. В общем, здесь индикаторы у нас сейчас расходятся. Давайте посмотрим дневной таймфрейм. RSI у нас в зоне неопределенности. Отсюда мы можем как вверх ввести, так и вниз, в серединке. Остреллятор у нас тоже выглядит для коррекции. Поэтому здесь потенциал коррекции более реалистичен, чем рост. Но, соответственно, если Китай будет весь расти, то можем, в общем-то, в боковом диапазоне находиться. Например, как вот в этой части. С конца октября по... Ну, соответственно, с ноябрь практически. В принципе, наверное, это более реальный вариант. Потому что по компании в целом все хорошо. И пока не видно, на чем бы по новостям компания могла упасть. И недельный таймфрейм. Давайте посмотрим. Первая красная свечка в верхней части канала RSI. Ну, выглядит не очень лонгово по недельным таймфреймам. Так, следующая компания, Tau Education, сегодня существенно растет на 11,5% в моменте. И что можно сказать по часовику? RSI у нас в верхней границе канала. И уже начинает закругляться. Говорит о том, что у нас ожидается примерно с текущих позиций коррекция. На часовике нет еще первой красной свечи по осциллятору. Поэтому еще, в общем-то, он говорит, что можем немножечко порасти. Смотрим. Но я бы уже думал, что будет какая-то коррекция. Если не выйдет какой-нибудь неожиданной новости. Хорошей или плохой. И, соответственно, пойдем не по теханализу, а по новостям. Я думаю, что это может случиться в любой день. Но никто не знает, когда. В этом месяце, в следующем. Неизвестно. Новости могут быть разные. Например, выйдут два подряд квартальных отчета. Где будет показано, что бизнес упал, например, выручка и прибыль не на 90%, как все ожидают. А, например, на 60%. И на этом такая ракетка будет. Я бы этому не удивился. Но эта компания никогда... Не нужно забывать, что это казино. Потому что выйдут плохие новости. Запретят все на свете китайцы по онлайн образованию. И, соответственно, ракета будет в другую сторону. Так, давайте смотрим теперь дневной таймфрейм. Здесь не так позитивно все. По RSI у нас за рост, по осциллятору, за падение. В общем, индикаторы расходятся по компании Dow Education. Но на недельном интервале у нас за супер-супер сильный рост по компании Dow. И, соответственно, посмотрим. Будет хорошая новость. Я не удивился, если бы вырасти до 10 или 20 долларов в моменте. Но вопрос лишь, когда это будет, никто, соответственно, не знает. Рост до 20 долларов это плюс 300%. Я думаю, что это будет неудивительно. Но в эту компанию нельзя вкладывать больше процента, на мой взгляд. Так, и это все компании по теханализу. По новостям я уже сегодня, наверное, не смогу рассказать. Потому что уже горла не хватает. И надеюсь, что завтра мне уже будет получше. И смогу полноценный обзор провести. И на сегодня это все. Все новости смотрите в нашем телеграм-канале. Если вы хотите актуальные новости получать по Китаю, то там все самое свежее вы найдете. И на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что Китай дальше будет расти. И всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok